В июле 2024 года отмечается 95-летие со дня рождения выдающегося советского писателя Василия Макаровича Шукшина. Имя Шукшина не нужно представлять читателю. Популярность его книг и фильмов с годами не уменьшается. За 15 лет творчества им было опубликовано свыше 100 рассказов, 2 романа, повести, киносценарии, произведения для театра, снято 6 фильмов. Рассказ на кладбище, исходя из названия, ничего веселого не предполагает. Тема печальная, если не сказать прискорбная. Некоторым людям нравится приходить погожим летним днем на тихое кладбище и погружаться в свои домы вдали от городской суеты. Но кладбище, прежде всего, это место поминовения усопших, и от родственников, зашедших к ним на могилку, можно услышать разные истории, что и произошло с нашим героем. Ах, славная, славная пора, теплы, ясно. Июль месяц, макушка лета, где торопко ударили в колокол, и звук его, медленный, чистый, поплыл в ясной глубине и высоко умер. Но не грустно, нет. Есть за людьми, я заметил, одна странность. Любят в такую вот милую сердцу пору зайти на кладбище и посидеть час-другой. Не в дождь, не в марь, а когда на земле вот так, тепло и покойно. Как-то, наверное, объясняется эта странность. Да и странность ли это? Лично меня влечет на кладбище вполне определенное желание. Я люблю там думать. Вольно и как-то неожиданно думается среди этих холмиков. И еще, как бы там ни думал, а все как по краю обрыва идешь. Под ноги жутко глянут. Мысль шарахается то вбок, то вверх, то вниз на два метра. Но кресты, как руки деревянные, растопырились и стерегут свою тайну. Сидел я вот так как-то на кладбище в большом городе. Задумался. Задумался и не услышал, как сзади подошли. Услышал голос. Ты чего тут, сынок? Это моя могилка-то. Оглянулся, стоит старушка, смотрит мирно. Моя могилка-то, сказала она еще. Я вскочил со скамеечки, смутился чего-то. Извините. Да что же, садись. Она села на скамеечку и показала рядом с собой. Садись, садись. Я думаю, может, ты перепутал могилки-то? Я сел. Сынок у меня тут, сказала она, глядя на ухоженную могилку. Сынок. Спит. Она молча поплакала, молча же вытерла концом платка слезы, вздохнула. Все это она проделала привычно, деловито. Видно, горе ее, давнее, стало постоянным, и она привыкла с ним жить. А ты чего? Спросила старушка, повернувшись ко мне. Тоже есть тут кто-нибудь? Нет. Я так. Зашел просто. Зашел отдохнуть. Старушка с любопытством и более внимательно посмотрела на меня. Тут разве отдыхают? А что? Я все боялся как-нибудь не так сказать, как-нибудь неосторожно сказать. Тут-то и отдохнуть, подумать. А ну так, согласилась старушка. Только дома-то вишь тут какая. Мне надо тут лежать. Мне, а не ему. Она повернулась опять к могилке. Мне надо лежать там. А он бы приходил, да сидел тут. Мне бы и спокойней было. Куда лучше? Только не нам это решать, Дадина. Вот беда. Давно схоронили? Давно. Семь лет уж. Болел? Старушка не ответила на это. Долго молчала, слегка покачивая головой. Вверх, вниз. Когда я пригляделся, потом понял, что это у нее почти все время покачивание головой. Двадцать четыре годочка всего и пожил, сказала старушка покорно. Еще помолчала. Только жить начинать, а он вот завалился туда. А тут как хошь, так и живи. Она опять поплакала, опять вытерла слезы и вздохнула. И повернулась ко мне. Неладно живете, молодые. Ох, неладно, сказала она вдруг, глядя на меня ясными умытыми глазами. Вот расскажу тебе одну историю. А ты уж как знаешь, хошь верь, хошь не верь. А все послушай, да подумай, раз уж ты думать любишь. Никуда не торописься. Нет, вот тут у нас на Мочишах, ты здешний ли? Нет. А, у нас тут на окраинке место зовут Мочиши. Там военный городок, военные стоят. Там тоже есть кладбище, но оно старое, теперь там не хоронят. Раньше хоронили. И вот, стоял один солдат на посту, а дело ночное, темное. Но стоит и стоит, есть дело такое. Только вдруг слышит, на кладбище плачет кто-то. По голосу женщина плачет. Да так горько плачет, так жалко. Но он мог там, видно, позвонить куда-то. Однако звонить он не стал, а подождал другого, кто его сменяет-то. Другого солдата. Ну-ка, говорит, послушай, может, мне кажется. Тот послушал, плачет. Ну, тогда пошел тот, который сменился-то и разбудил командира. Так, мол, и так, плачет какая-то женщина на кладбище. Командир сам пришел на пост, сам послушал, плачет. То затихнет, а то опять примется плакать. Тогда командир пошел в казарму, разблудил солдат и говорит. Так, мол, и так, на кладбище плачет какая-то женщина. Надо узнать, в чем дело, чего она там плачет. На кладбище давно никого не хоронят, подозрительно, мол. Кто хочет? Один выискался, пойду, говорит. Дали ему оружие на случай чего, и он пошел. Приходит он на кладбище, плач затих. А темень глаз кали. Он спрашивает, есть тут кто-нибудь живой? Ему откликнулись из темноты. Есть, мол. Подходит женщина. Он ее, солдат-то, фонариком было осветил, хотел разглядеть получше. А она говорит, убери фонарик-то, убери. И оружие, говорит, зря с собой взял. Солдатик орабил. Ты плакала-то? Я плакала. А чего ты плачешь? А об вас, говорит, плачу, об молодом поколении. Я есть земная божья мать и плачу от вашей непутевой жизни. Мне жалко вас. Вот иди и скажи так, как я тебе сказала. Да я же комсомолец. Это солдатик-то ей. Кто же мне поверит, что я тебя видел? Да и я, говорит, тебе не верю. А она вот так вот прикоснулась к нему. И старушка легонько коснулась ладошкой моей спины. И говорит, поверите. И пропала. Нету ее. Солдатик вернулся к своим и рассказывает, как было дело, кого он видал. Там его знамо дело обсмеяли. Как же? Старушка сказала последние слова с горечью и помолчала обиженно. И еще сказала тихо и горестно. Как же не обсмеют? Обсмеют. Вот. А когда солдатик зашел в казарму-то, на свет-то, на гимнастерке-то образ Божьей Матери. Вот такой вот. Старушка показала свою ладошку. Да такой ясный, такой ясный. Так это было неожиданно с образом-то. И так она сильно, зримо завершила свою историю. Что встань она сейчас и уйди. Я бы снял пиджак и посмотрел, нет ли там чего. Но старушка сидела рядом и тихонько кивала головой. Мы долго молчали. Старушка ушла в свои думы. Они пригнули ее в земле ниже. Спина сделалась совсем покатой. Она не шевелилась. Только голова все покачивалась и покачивалась. Опять где-то звякнул колокол. Старушка подняла голову. Посмотрела в дальний конец кладбища, где стояла в деревьях маленькая заброшенная церквушка. Сказала негромко. Сорванцы. Ребятишки, что ли? Да ну, лази там. Пойду палкой попру. Старушка поднялась, посмотрела на меня. Ты один-то не сиди тут больше. А то мне как-то все думать буду. Сидит кто-то возле моей могилки. Не надо. Нет, я тоже пойду. Хватит. Ага. А то все как-то думается. Вроде извиняюсь, сказала еще старушка. И пошла по дорожке, совсем маленькая, опираясь на свою палочку. А шла все же податливо, скоро. Я посмотрела ей вслед и пошел своей дорогой.